здравствуйте уважаемые садовод огородники меня зовут русских иван и вас приветствую сегодня на исходе дня мы приготовим с вами одну замечательнейшую подкормку для огурца для тыквы для кабачков для других бахчевых растений для арбузов дынь она очень простая очень эффективная и очень древняя я называю индийская подкормка потому что видел ее и не раз в индии когда путешествовал путешествовал я по разным регионам индии бывал в разных деревнях и бедных рыбацких и очень бедных там где выращивают растения в том числе овощи индусы много едят растительной пищи а огурец это родина его индия поэтому там индусы знают толк как выращивать и как подкармливать огурцы это подкормка абсолютно натуральная я уверен понравится всем 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 огурчики открытого грунта радуют они уже зацветают очень хорошая зелень это означает что будет хороший урожай но конечно надо за огурцами все время следить вынос питательных веществ из огурчиков очень и очень солидный и для того чтобы плодоношение не останавливалась для того чтобы растение не ослабли для того чтобы преждевременно на него не нападал пераноспороз нам нужно их все время регулярно подкармливать конечно можно обойтись минеральными подкормками но вот я сейчас даю им имею возможность поэтому и даю особую органическую подкормку об ингредиентах которые сейчас я и расскажу для нашей задачи первонаперво надо найти корову коровы у нас беларуси вполне утилитарные ничуть не священные и как раз продукт их жизнедеятельности нам надо и отыскать что ж вот еще наша одна красавица и вот продукт моего вожделения то что мне как раз и надо вообще считается что свежий коровий навоз вреден для растений и в определенном смысле это правда потому что он содержит некоторые токсические вещества которых я вам скажу но мы эти токсические вещества быстренько нейтрализуем самым доступным способом и используем это во благо нашего огорода надо забрать вот эту лепешку что ж она может быть свежая она может быть немножко подсохшая в любом случае свои полезные свойства она для нас вполне сохранила и представляет большую ценность на следующем этапе лепешечку это наше богатство индийское надо залить обыкновенной водой но не до верха и оставить до ее такого ну размягчения смешивания полностью с водой на это может уйти там час а можно оставить и на сутки можно помешать тогда этот процесс ускорится а можно не помешивать помешать только в конце тогда ну пожалуй что на ночь точно придется оставить пока лепешечка наша раскисает я вам напомню что свежий коровий навоз в первую очередь токсичен из-за высокого содержания аммиака микробные процессы которые происходят в этой лепешке в этом навозе приводят к высвобождению большого количества аммиака в итоге корням становится очень плохо аммиак высоко токсичен для корней особенно для корней огурца и думаю умные индусы у которых огурец растет очень широко он там дикий встречается потому что индия это родина огурца они выращивают его много с незапамятных времен они это дело давным-давно подметили что вот огурец очень плохо реагирует на высокое содержание аммиака он очень защелачивает а потом сильно закисляет почву он убивает различных полезных микроорганизмов макроорганизмов червей дождевых убивает полезных насекомых ну понимаете уже аммиак давным-давно не используется нашатырный спирт в качестве средства подкормки растений с тех пор как изобрели мочевину от мячной воды полностью отказались ну конечно блогеры рекомендуют именно в качестве подкормки использовать в магазинах продается раз есть спрос даже ну не некоторые исследователи ученые позволяют себе сказать что аммиак аммиачная вода широко используется в сельском хозяйстве да не используется она уже может 50 лет не используется потому что мочевина в этом смысле гораздо надежнее эффективнее не токсично и так далее и так далее но мы тоже используем своих рецептах нашатырный спирт иногда но исключительно как такая нейтрализующая добавка нейтрализующая для кислот ну а для того чтобы аммиак превратился в нитраты композ от корови должен вылежаться созреть половина от большая испариться улетит в воздух в том случае если вы не накрываете целлофаном ваш навоз ну и тем более если вы начинаете смешивать там что-то с золой тогда тоже эти процессы произойдут ну в общем вот рассказал вам почему токсично и дождемся когда это лепеха раскиснет и продолжим приготовление нашей индийской подкормки для огурцов что ж навозик наш вполне раскис и пора добавлять сюда 2 индийский компонент он тоже происходит от коровы лучше всего взять хорошую прокисшую неделю просроченную молочную сыворотку но не всегда у нас магазинах бывает молочная сыворотка вот корову я нашел а сыворотку не нашел поэтому я сюда волью литр просроченного кислючего кефира чем кислее тем лучше просто наливаем и перемешиваем плюхает во все стороны ну может кому и гадко ну я человек от сельского хозяйства понимаете мне мне не так страшно и конечно все надо как следует перемешать после смешивания можно использовать сразу или можно хранить в течение примерно недели после смешивания после готовности необходимо смешивать получившиеся вот это концентрированное коровье удобрение индийское с водой в соотношении 1 к 10 вот у меня здесь 20 литров соответственно сейчас 2 литра сюда и плюхну под каждое растение огурчика надо влить от пол литра до литра по пролитой земле зависимости от ситуации и огурчики ваши прекрасно взбодрятся не обязательно чтобы там прямо в корни под корни попадала распределиться по почве все это очень хорошо и будет самый замечательный результат ну а тем кому недоступны эти индийские так сказать радости я посоветую осуществлять подкормку огурца зеленым удобрением вот здесь у меня такая лохань сегодня залил очередную порцию приготовли для зеленого удобрения бродиловки жидкого компоста вот этот шикарный ассот туда попал сверху вот здесь у меня готовится уже такое следующая порция ну несколько дней назад поставил она уже тут бродит вовсю уже воняет все как следует в ней у меня такой не не скачаемый поток этого удобрения поэтому разводите это удобрение один к десяти и тоже проливайте огурчики конечно это не но не настолько эффективно как наша индийская подконка в части нарастание вегетативной массы нарастания огурчиков оздоровление огурчиков но тоже вполне подойдет как же мне тут хорошо что ж подкормка простая не затейливая остается ждать сбора урожая будем надеяться что пчелы и шмели туда прилетят тоже для того чтобы опылять как следует но только если сорта пчелопыляемый для партенокартиков даже пчелы никакие не нужны огурцов будет много я надеюсь будет куда девать молодой чеснок на соленые огурцы на этом я прощаюсь с вами до встречи